Самые талантливые и амбициозные школьники Волгоградской области и соседней Астрахани вновь собрались в бизнес-лагере «Капитаны» от Российского экономического университета имени Плеханова. Первая волна прошла в конце 2017 года. Тогда за грант на бесплатное обучение боролись более 50 человек. В этот раз ажиотажа было не меньше. Старшеклассники на протяжении нескольких дней будут доказывать, что способны открыть свой бизнес и достойны обучаться в этом престижном ВУЗе. Подробности с открытия расскажем далее. В конце прошлого года факультет бизнеса «Капитаны» Российского экономического университета имени Плеханова объявил о начале конкурса для старшеклассников. Предполагалось, что в нем примут участие около 100 тысяч человек. Однако результат превзошел ожиданием. По всей стране за грант боролись более 400 тысяч ребят. В числе счастливчиков из Волгограда попал на конкурс и Михаил Кочура. Молодой человек проявил себя очень ярко. И потому получил сертификат на обучение со скидкой. Теперь его пригласили на вторую волну в качестве помощника наставников. Вот я вновь сюда приехал уже от другого лица, от лица организатора. И это очень интересно. Сейчас будем уже готовиться ко всему. Классно посмотреть на данный проект другими глазами. Это очень интересно. Проект мне дал полчок хороший в моем развитии. Я сейчас смотрю на мир другими глазами. Я в школе выбрал другие профили. То есть я уже развиваюсь в данном направлении, данном факультете бизнеса. Стараюсь как-то контактировать с капитанами в Волгограде. Они как раз-таки в Волгоград переехали, филиал свой открыли. Я с ними контактирую, мы с ними организуем мероприятия. Вторая волна. Так называют организаторы лагерь. Желающих в первый раз было так много, что создатели решили, нужно дать ребятам еще один шанс. Чтобы попасть сюда школьникам из Волгоградской области и соседних регионов, необходимо было представить свой проект, связанный с предпринимательской деятельностью. Варианты предлагали разные. От защиты природы до модернизации системы образования. Сейчас от участников прежде всего ждут необычных решений и ярких идей. К слову, в рамках конкурса старшеклассники научатся, как правильно воплощать жизнь в свои задумки. Я действительно тоже участвовала в капитанах, но я не попала в лагерь, потому что я не сделала одно задание. И когда я узнала, что в области будет опять проходить лагерь, я не смогла не воспользоваться такой возможностью и не поехать. От конкурса жду очень много, потому что на первом собеседовании я уже тогда поняла, что люди очень дружелюбные. Каждый хочет тебя поддержать, помочь, помочь именно раскрыться как человеку. И я также хочу для себя, естественно, грант. Но кто его не хочет? И хочу познакомиться с новыми людьми. Помогать в конкурсе ребятам будут наставники, студенты бизнес-факультета. Они на примере покажут, что если упорно трудиться, то свое дело можно открыть уже на втором курсе. В этот раз есть и некоторые нововведения. Так, школьники борются за грант, который дает право обучаться со скидкой на факультете бизнеса капитана в филиале РЭО имени Плеханова именно в Волгограде. И если раньше направление работало только в Москве, то теперь факультет бизнеса открывает в девяти городах страны, в том числе и нашем. Ребята, кто ездил в первую волну, они могут выбрать, хотят, наверное, в регион, в любой из городов, либо в Москву. А ребята, которые приехали на вторую волну, они могут поступить только в Волгоград, потому что если они хотят поехать в другой регион, они должны отборочный лагерь приходить там, куда хотят поступить. Город 404 – это уникальное место. Уникальное оно тем, что мы здесь показываем маленькую модель жизни капитанов, маленькую модель жизни предпринимателя. Мы, ребят, погружаем в максимальную предпринимательскую среду и смотрим, как они себя проявляют. Несколько дней старшеклассники будут проходить целую полосу препятствий, различные квесты, спортивные состязания, интеллектуальные игры. Все это обязательно сообща. По словам организаторов, хорошим бизнесменом можно стать, только работая с командой. Самых достойных выберут уже в конце недели. Именно они получат гранты. Сабина Саблина, Андрей Матюшков, Вести 34.